Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырёх до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Сегодня 5 января года 2020-го. Вторник. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Обычно планов нашего громадьё, когда планы сталкиваются с реальностью, планы приходится менять. Вот так как сегодня гвоздевая главная новость – это завершение кризиса в Заливе и примирение Саудитов, Катара, Эмиратов и Египта всех вместе. Вот. И восстановление как бы статуса КВО, который был до 2017 года – это большое дело, поэтому мы начнём с этого. Естественно, уже раз мы уже там, на Аравийском полуострове, то мы, конечно же, коснёмся урезания добычи Саудовской Аравии нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начиная, я так понимаю, с завтрашнего дня уже, что тоже важный момент. Ну и оставшуюся часть просветим израильской тематике, как я вам и обещал. Я надеюсь, что этот сегмент будет значимым всё равно в контексте временного промежутка. Вот примерно такой план на сегодня. 347-460-0877, ТСМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Мэм Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио. Везде в нации все остальные, кто смотрит меня на Ютуб и слушает на Саундклоде в любой точке земного шара, для вас Фейсбук, Твиттер, там задавайте ваши вопросы. Я буду отвечать на них в меру компетенции, причём даже во внеурочное время. Те, кто работают на администрацию президента Трампа, назвали то, что сегодня произошло на заседании саммита Gulf Cooperation Council, то есть Совете Стран-Залива, Совете Стран-Залива, завершение скандала, завершение бойкота, который на самом деле блокировали Катар, несколько главных стран региона с 17-го года, если не ошибаюсь, с лета, самым главным достижением администрации Трампа во внешней политике. Теперь давайте не будем забывать, во-первых, что сам по себе кризис этот, он был частично, не то что даже спровоцирован, нынешней администрацией, но он был как бы поддержан нынешней администрацией на начальном этапе, на самом, когда Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн и Египет объявили Катару бойкот, закрыв единственную границу сухопутную, которую Катар имеет в Саудовской Аравии в 17-м году, закрыв воздушное пространство для пролёта катарской авиакомпании, начав-то де-факто блокаду и будучи уже де-факто готовыми ввести войска на территорию Катара, саудиты были готовы к вторжению, и если бы не турецкие войска туда немедленно переброшены, это вторжение, скорее всего, произошло, как когда-то оно произошло по просьбе Бахрейна в Бахрейн, когда нужно было там подавить восстание арабской весны в 11-м году, вот по таким же точным принципам, скорее всего, произошло бы вторжение саудитов и на территорию Катара, но турки это дело остановили в тот момент достаточно жёсткой, быстрой реакцией. И в тот момент, когда это произошло, администрация Трампа чётко это поддержала, я сам помню, как президент Трамп сказал, что вот, когда я был в Саудовской Аравии, и встречался с королём Салманом и со всем руководством Саудовской Аравии, и сказал им, что ребята, выступая перед ними, вы должны обрубить корни финансирования терроризма, и они указали на Катар, сказал Трамп на следующий день после объявления этой блокады. После этого военное командование, да, Пентагон, настоятельно начал президенту напоминать о том, что у нас в Катаре находится огромная авиационная база, это один из наших главных союзников в регионе, и очень быстро администрация развернулась на 180 градусов, и всё остальное время в офисе президент и Джаред Кушнер, и, естественно, госсекретарь, сначала Рекс Тилерсон, потом Майк Помпео, пытались сделать всё возможное, чтобы этот бардак прекратить. Почему это бардак? Потому что это очень мешало достижению наших американских целей в регионе, потому как это вынуждало Катар искать альтернативные пути для своих самолётов. Катар летал через Иран, платил Ирану примерно, не очень большие деньги по нашим понятиям, но по иранским понятиям, будущий Иран задушенными санкциями, и в обстановке, когда США пытались всяческие, всяческие ручейки, любые ручейки финансовые, которые в Иран поступают обрезать и сушать, в этот момент эти 130 миллионов долларов ежегодно, которые Катар перечислял Ирану напрямую за использование воздушного пространства, и я, кстати, пользовался этой дорогой, я летел из Дохи, когда в Нью-Йорк, самолёт мой летел над Ираном, я впервые в жизни мог посмотреть на Иран с высоты, как бы, с 10-километровой высоты, и залив рассмотрел очень хорошо, много чего видел, об этом, по-моему, в предыдущих программах когда-то, несколько лет назад рассказывал, в 19-м году я летел из Дохи. И пролетел как раз над Ираном, и почти на всей его территории, и в итоге через Баку, через Азербайджан, и дальше уже через российскую территорию, и, как обычно, потом самолёт как бы выровнялся на тот обычный курс, в котором летит самолёт из России в Америку. Короче, ну, пролёт через Иран я видел. И хочу сказать, что, так как Катар летает очень много, это одна из самых известных сегодня, одна из самых высокого класса авиакомпаний в мире, то она была очень востребована, до пандемии, по крайней мере, и, соответственно, и дох огромный аэропорт, и, пользуясь очень большим, как бы, вниманием, и постоянно загруженный, соответственно, полёты через Иран проходили постоянно. И это не могло администрацию нашего президента никак радовать, и все попытки были направлены на то, чтобы это прекратилось. И несколько факторов поспособствовало тому, что сначала вчера была снята блокада Катара сухопутная, открылся переходный пункт между Саудовской Аравией и Катаром, это единственная сухопутная граница, которую Катар имеет, с каким-либо другим государством, ну, что он, это маленький этот полуостров, на котором Катар находится, сам находится на полуострове Аравийском, как мы понимаем, если мы карту представляем себе, севернее того полуострова, на котором находится Объединённый Арабский Эмират. Вот. То есть, единственное сухопутное соединение, как бы, оно через Саудовскую Аравию. И открытие границы означает, что, наконец-то, грузовики и товары могут поступать через Саудовскую территорию на Катарскую территорию наоборот, а до этого Катару приходилось искать альтернативные пути снабжения продовольствием, например, после блокады, потому как Катар сам ничего до этого момента не производил. И в итоге сегодня, благодаря этой блокаде, я вам хочу сказать, я был в Дохе именно в тот момент, когда она была под блокадой, да, в самом её разгаре, этой блокадой, в девятнадцатом году, и наблюдал, как ребята выживали. Выживали достаточно неплохо. Вот. То есть, то, что, когда вы находились в Дохе, то, что какая-то есть блокада, не чувствовалось. Турецких солдат, кстати, я тоже не видел, хотя они там есть. Вот. И американских солдат не увидел. Не повезло мне, я был там всего один день, но, тем не менее, я хочу сказать, что на рынках Катара, которые я, да, посетил в Дохе, я не увидел никакого дефицита ни в каких продуктах, и мне было сказано, что вот все эти овощи и фрукты, уже многие из них, по крайней мере, выращиваются в специальных парняках в Катаре теперь, потому что Катар должен быть самодостаточным в плане обеспечения себя продовольствием. Что отрадно и правильно на самом деле. Вот. Для любой страны, мне кажется, продовольственная безопасность для государства является важной статьей обеспечения его общей безопасности, и отсутствие такой продовольственной самодостаточности для государства, на мой взгляд, очень опасно. Вот. Что Катар продемонстрировал в ситуации с блокадой. Теперь. Уже вчера сухопутную границу открыли, и саудиты разрешили прилетать к катарским самолетам в своем воздушном пространстве. Все. Да, это эффективно означало на практике завершение проблемы, с одной стороны. С другой стороны, сегодня формально это произошло. Все вышеуказанные страны, Египет, Эмираты, Саудиты и Бахрейн, подписали превосходящий кувейт. А, кстати, и Джареда Кушнеров, само собой, который был в регионе много раз по этому вопросу, и сейчас. И его это основная заслуга, конечно. В принципе, Джаред должен получить Нобелевскую премию, без сомнений. Он сделал невероятные вещи. Опять же, естественно, пользуясь конъюнктурой, но неважно, даже не... Нужно ведь еще иметь определенную удачу, понимаете? Нужно иметь серьезный интеллект для того, чтобы подобные вещи делать и разговаривать на таком уровне. Понятно, что ты являешься как бы тестем президента. Все понятно здесь. Зятем, простите, зятем президента. Тем не менее, этого недостаточно. Требуются еще определенные навыки. И человек, который для дипломатии новичок, в принципе, показал, что он, да, в состоянии невероятные дипломатические горы сворачивать. И все эти делы, договоры о нормализации у Израиля с Эмиратами, у Израиля с Бахрейном, у Израиля с Суданом, у Израиля с Марокко, это его заслуга в том числе. И мы такого никогда еще не видели. Да, в течение очень короткого срока все это произошло. Это готовилось немножко дольше. Да, оно произошло в течение последнего года. Мы видели. И в итоге спор этот самый неприятный для нашей администрации между Саудитами и Катаром был разрешен. Значит, соглашение подписано сегодня. Шейх Аль-Тани был принят сегодня. Его обнимал Мухаммад бен Салман. Как мы знаем, объятия Мухаммада бен Салмана, это дипломатический момент, они не стоят, в принципе, ничего. Но документы были подписаны. Деталей соглашения не разглашаются. Теперь, что там? Были ведь изначально претензии очень серьезные. Напомню, что у Саудитов было много претензий к Катару. Первая, как бы, главная претензия, да, которая лежит в основе всего-всего-всего-всего. Это то, что Катар дружит не с теми в регионе, с кем надо дружить. И поддерживает финансово не тех, кого надо поддерживать. Используя свои достаточно многочисленные финансовые ресурсы от продажи газа, вырученные, от серьезной инвестиционной деятельности в мире, Катар занимается не только экспортом углеводородов, но и уже давным-давно инвестициями, от которых зарабатывают. И так, потому как углеводороды когда-нибудь кончатся, или спрос на них может резко упасть, как показывает последняя история, особенно последнего года. И так у Катара получилось, многие вещи получились. И он хорошо зарабатывал, но деньги эти тратил не для общего сотрудничества и определения единой политики с государством Залива, а для своих внешнеполитических целей, на которые, в принципе, он имеет, конечно, право, как суверенное государство. Тем не менее, эти цели шли вразрез с парадигмой монархии Залива, общей парадигмой, которая, в принципе, эта парадигма, она не позволяет существованию группы братья-мусульмане в принципе. А Катар как раз входил в парадигму братьев-мусульман в регионе, поддерживал братьев-мусульман Египта, активно поддерживал Хамас в Газе, активно много чего делал, и, естественно, дружил в Турции, и вся эта парадигма, она находится в серьезной вражде с парадигмой стран Залива, о чем мы много, монархии Залива, о чем мы много-много раз говорили. При этом, да, у Катара были очень интересные динамики отношений с Израилем, когда это было нужно Катару. Ну, естественно, главный друг Катара в регионе оказывалась Турция, которой Саудовская Аравия до сих пор пока отношения очень-очень-очень напряженные, и пока не видно какого-то серьезного прям такого потепления. Теперь главный вопрос, это претензия, которая была относительно этого, относительно того, что Катар дружил и финансировал не тех, кого надо, вот, и не с теми, с кем надо дружил. И также государственная телекомпания, то есть принадлежащая эмиру Катара Аль-Тани, компания Аль-Джазира, мой любимый англоязычный новостной канал, сразу хочу сказать, которым я постоянно ежедневно пользуюсь, она очень критически была настроена в отношении лидеров монархии Залива, естественно, короля Саудовской Аравии, наследованного принца, особенно Мухаммада бен Салмана, и стронгмен, да, диктаторов группы стран Залива, в частности Египта, и очень критично, естественно, относилась к Аль-Сисе, который в результате военного переворота пришел к власти в Египте сверх демократически избранного Мухаммада Мурси, который и представлял движение братьев-мусульман, как мы все прекрасно знаем и помним. Там ушедший уже от нас Мухаммад Мурси, вот он умер не так давно в тюрьме. Итак, этот вопрос, о чем же в итоге договорились Саудиты и Катар при последствии Джарада Кушнера, мы пока не знаем. Что-то там написано, нам этого текста я не видел, на какие-то уступки должен был Катар пойти. Ну, понятно, что требование о закрытии Аль-Джазиры, оно было всегда неисполнимое, и никогда бы на это не пошел. Катар и это, видимо, требование было снято. Ну, видимо, Эмир Катара обещал быть более аккуратным в том, что Аль-Джазир показывает относительно критики. Да, и, ну, так же Катару была серьезная претензия, что Аль-Джазира, она провоцирует арабскую весну и дальше. Арабская весна, как мы понимаем, напрямую угрожает монархиям залива, как мы понимаем. Это понятный момент, потому что, ну, понимаете, когда в каждом арабском доме фактически есть телевизор в регионе, да, почти везде, и Аль-Джазиры там обязательно присутствуют, там, где она не запрещена. Вот, и там и пока, то, что Аль-Джазиры там показывает, на самом деле, периодически, оно все про демокрисию, как мы понимаем. Да, поэтому оно про братья-мусульмане, потому что оно демократически настроенное, и оно хочет показать, что вот хорошо бы, на самом деле, чтобы власть была у народа. Да, а власть была у народа, и, как мы понимаем, с абсолютной монархией никак не уживается. Но это одна из вещей, там много чего. То есть, короче, Аль-Джазиры воспринималась как сила подрывающая устои, классические устои тех стран, в которых она вещала, и это считалось деструктивной позицией, с чем это сложно, конечно, спорить. Будет ли каким-то образом этот момент немножко подправлен миром Катара, неизвестно. Так же, как и неизвестно, самое главное. Раз теперь вы начинаете опять дружить и восстанавливаете статус-кво, и, на самом деле, устав Совета Кооперации Залива, он странная вещь, это ему противоречащая. С одной стороны сказано, что все страны, него входящие, суверенные страны. С другой стороны, у Совета Кооперации Странва есть общая внешняя в одном порваторе политика. Там есть подобная фраза. И это немножко когнитивный диссонанс. С одной стороны, общая взвешенная, с другой стороны, мы суверенные государства. Каждое суверенное государство в понесу веренитете отличается из самостоятельной суверенная внешняя политика, которую сложно каким-то образом формулировать, если у вас есть общая какая-то партийная линия. Вы понимаете, о чем я говорю. Значит, получается тогда, что встают странные, непростые достаточно вопросы. Первый вопрос. Более активная дружба и, точнее, восстановление былых отношений торговых, политических, с аудитами, с Эмиратами и Египтом. А. Означает ли это охлаждение в отношениях с Турцией? Самый главный вопрос. И если нет, что означает тогда это? То есть, может ли Катар опять, как умная матка, составить двух телят, или все-таки, простите, как умный теленок составить двух маток, извините, тут немножко путаница в матках и телятах произошла. Вот. Сможет ли, короче, Катар, как умная телка, составить двух маток, или ему придется все-таки выбирать? И второй важный вопрос. Здесь есть еще несколько. С Ираном каковы будут теперь отношения? Потому как Катар балансировал. Ну, и по традиции, как бы, у братьев мусульмане, это парадигма всегда с Ираном заигрывала, и это часто проявлялось. В моих программах в архивах вы можете найти, как это проявлялось. Ну, в том, например, что Бухаммад Мурси, перед тем, как его свергли, последней каплей, да, которая заставила саудитов пойти на этот военный переворот в Египте и поддержать Аль-Сиси, и дать ему команду ФАС, да, это была капля того, что Мурси разрешил проход иранских судов через Суэцкий канал. Вообще, немыслимая ситуация. Иранские военные корабли в Суэцком канале заходят в Средиземное море. Невыслимая ситуация для всех. От Израиля до, как бы, для всех, как бы, для всех. Невозможно даже переоценить этот момент. И все, как бы, это был его смертный приговор, как выяснилось. Теперь, каковы теперь будут отношения Катара с Ираном? Охладеют ли они, сможет ли, как бы, главное, для чего ведь это примирение было нужно администрации Трампа? Чтобы все страны залива объединились в финансовые, по крайней мере, для начала финансовой войне против Ирана. И это требуется, это нужно делать, чтобы усилить программу максимального давления. И саудиты тоже ведь шли на уступки, понимая, что если уходит Трамп 20-го числа, да, и заходит Байден, то при Байдене, который намного более критически относится к Саудовской Аравии, и не будет так ее поддерживать, естественно, как Трамп. И то, что, как бы, не хотели саудиты, и то, что не хотели Эмираты, естественно, чтобы Трамп не... Они хотели, чтобы Трамп выиграл выборы. Вот. И осталось еще не 4 года. Пока так выглядит, что этого не произошло. И, соответственно, они ожидают и понимают, что теоретически возможно, что давление на саудитов и на Эмираты возрастет. И в такой ситуации лучше им всем быть вместе. Понимаете, тоже. То есть, как бы, продлить этот конфликт за пределы администрации Трампа с Катаром они бы не хотели. Потому как с ними так церемонится вряд ли бы новая администрация будет. И были уже прецеденты, когда Обама давил на Египет, прекращал финансовую помощь. То есть, прецеденты таких более жестких отношений с своими союзниками в заливе у США были при предыдущем президенте. А позапрошлом президенте, у которого, как мы понимаем, как мы помним, Байден был вице-президент. Соответственно, традиция, скорее всего, вернется от давления на саудитов. Что, естественно, не нравится никому в саудовском лагере. И нужно что-то делать. Нужно, как бы, выстраивать новую линию сейчас. Что очень хорошо для Байдена. Потому что, когда новая администрация заходит, у нее нет старой проблемы. Эту старую проблему, как бы, Трамп убирает со стола сейчас у будущей администрации. Опять же, это, кстати, серьезнейший подарок. Одной проблемой, как бы, у другой администрации, если от 20-го числа она зайдет, будет меньше. Значит, теперь, во всем остальном, непонятно, как долго эта нормализация отношений саудитов и Катара продержится. Потому что, если Катар не будет продолжать делать то, что он делает, рано или поздно, они его отшлепают опять. Без сомнений, кстати, все эксперты это говорят. Но шанс, что Катар не захочет на это пойти и отношения именно в Иран и Иранском фронте, я думаю, как раз Катар пошел на наибольшие уступки. Мне представляется это таким образом. Потому что иначе, что было для саудитов, для Эмиратов и для Египта, какой был смысл у всех вышеуказанных стран тогда с Катаром сейчас мириться? Практически какой был смысл? Ну, кроме там определенных каких-то вещей в будущем, которые из этого могут существование Саудитам, Эмиратам и Египту облегчить. И еще один вопрос, который хотелось бы задать в отношении братьев-мусульман. Что там, как Аль-Сиси будет себя чувствовать? Буквально вчера, вчера, по Аль-Жазири, когда уже границы открылись, по Аль-Жазири показали в двух частях документальный фильм, называется «Our Man in Cairo». Да, наш человек в Египте, где очень жестко критиковался режим Сиси. То есть, ну, невероятная вещь. И я считаю, что это политический стейтнг, это политическое заявление. Несмотря на то, что мы с вами подписываем нормализацию, открываем границы, Аль-Жазира будет продолжать делать то, что она делает. И это проблема. Это проблема, на мой взгляд, для будущих отношений между Египтом и Катаром. А как мы понимаем, от стабильности Египта зависит очень много чего. И на это я бы сейчас даже времени хотел тратить. Я думаю, все прекрасно понимают, с кем граничит Египет. И что дальше может произойти, если ситуация в Египте выйдет из-под контроля. Окей. Поэтому тут сложный момент, но позитивное. Позитивное развитие – главная новость сегодняшнего дня. Все вопросы, которые я задал, остаются важными вопросами. И я думаю, что в течение нескольких месяцев дальше мы увидим, каковы ответы на те вопросы, которые сегодня прозвучили. На фоне всего этого, саудиты, договорившиеся, я так понимаю, с Россией, так называемая группа ПЭК-ПЛАС, после контактов были телефонные разговоры, как я понимаю, между соответствующими министерствами и между самим МБС и Путиным, как я понимаю, был телефонный разговор. В общем, саудиты решили продолжать политику сокращения нефтедобычи, как говорят нефтяники. Сокращают эффективно еще 1 миллион баррелей в сутки, это много. И они пытаются поднять цену, которая уже и так под полтинник. И, соответственно, поднимут ее еще и выше этим своим решением. Есть одно но. Опять же, Великобритания закрывается на 7 недель, что и Германия тоже в локдауне, и многие сейчас в Европе в локдауне. Может быть, они перебрали слегонца, но это еще не все. Самое главное не то, что они слегонца могли перебрать. Самое главное здесь, в этих сокращениях. Самое главное здесь, что, то есть, я имею в виду, цена может не отнюдь, потому что они сокращаются, это правильно, если спрос падает, то сокращаться нужно. Главное тут еще, маме, поднимется просто цена или нет, не с тем понятно. И плюс надо понимать, что как только цена поднимается выше 50, опа, добро пожаловать, американская нефть выходит опять на рынок. Как мы знаем, и нам Миша Савин об этом говорил, я вам об этом всегда рассказывал, что, ребята, у нас очень просто консервируются наши месторождения. Пробочка заткнули, пробочку вынули. Вот сланцевая нефть и другие всякие наши варианты, они только и ждут, как только цена станет выше 50. Если цена стала выше 50, этот миллион баррелей несложно понять, откуда придет на рынок. Поэтому для нас, для Америки, для нашего бизнеса, для нашего нефтяно, для нашей нефтянки это очень хорошие новости. Спасибо большое нашим конкурентам за то, что они дают нашему миллиону баррелей рынок. Я только так это могу воспринимать. Да, какой-то момент нам пару, две-три недельки нам придется, если, конечно, войны не будет, да, две-три недельки нам придется потерпеть, а на 20-30 центов на галлон, скорее всего, бензин поднимется. Вот, но потом, как только американская нефть опять заиграет на рынке, она опять опустится. Таков мой прогноз, я так это себе представляю. С другой стороны, давление на нефть снизу тоже будет, потому что нефть реагирует на вакцинацию, естественно, и как только угроза военных действий против реакторов Фордо снимется, а эта угроза есть до 20 января включительно, я думаю, да, угроза атаки либо страны США, либо страны Израиля по реактору, где до 20% есть обогащение, и кусок торта, кейка этого, они уже показали, значит, они уже обогащились раньше, обманули опять, и, соответственно, повод для удара неплохой. Вот, если этим поводом воспользуются вышеуказанные страны, то тогда, как мы понимаем, нефть на какое-то время может взлететь аж до сотни. Теоретически это возможно, практически посмотрим. Вот примерно, что нам нужно знать о том, что сегодня в регионе произошло. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в вторую часть Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня у нас 5 января 2020-го. Вторник. Осталось не так много времени, к сожалению, но тизер такой сделаем. Мы потом еще будем про это говорить много-много раз. Чем ближе будут израильские выборы 23 марта, тем больше мы будем об этом говорить. Пока я хочу с вами поделиться главным рецептом, как проиграть Натани Ягу. То есть, не как выиграть Натани Ягу, а как ему проиграть. Любое политическое израильское движение сегодня, которое хочет проиграть Натани Ягу, должно следовать этим простым способам. Простым этим шагам. Идти по ним. Ими. Ходить. Короче, первое, что нужно сделать, нужно взять и объявить, что я, когда баллотирую с КНЕСОД, я с тем-то, таким-то и таким-то никогда не пойду на коалицию. Это первое, что нужно сделать. Надо сказать, что вот с таким-то, с такой-то партией, с такими-то людьми я в коалицию никогда ни при каких обстоятельствах не пойду. И даже если потом придется это решение менять, как это происходило периодически, да, у нас мы это наблюдали. Последний такой момент был Бенни Ганс, конечно, который кричал все, что угодно, только не библи, и в итоге в коалицию зашел. Что фактически политически его уничтожило, как я думаю, и на этих выборах мы это увидим. Но это даже не суть. А суть, что когда такие вещи, такие заявления делаются, они обрезают сразу себе любой такой политический лидер в Израиле, сразу обрезает себе, сужает себе потенциальный круг партнеров. А в условиях, когда у вас в Нессете всего 120 депутатов, и когда в этой ситуации вам нужно, и ваша цель свалить нынешнее правительство и встать, поменять премьера. Да, если ваша цель поменять премьера, то вы должны не душаться никаким вообще, никакими вообще партнерами для достижения этой цели, потому что тот, с кем вы боретесь, он не просто мастер. Он гений политической игры, гений политической интриги, и он умеет обходить в разных самых сложных ситуациях любую противостоящую ему силу, что он продемонстрировал нам блестяще с 2009 года безукоризненную игру. Ну, в тех обстоятельствах, которые существуют, естественно. И понятно, что рано или поздно всему приходит конец, но пока, если особенно на этих выборах, да, ему удастся набрать опять большинство, то есть ему удастся формировать новую коалицию, понятно, что в эту коалицию будут только те партнеры, которые проголосуют за закон об иммунитете, пока человек находится на посту премьера, и тогда, тогда мы должны четко понимать, что главным моментом станет обеспечение этого иммунитета и сохранение позиции премьера, чтобы этот иммунитет был как можно дольше. Вот. А там уже как бы, как в мусульмане говорят, либо верблюд сдохнет, да, либо гора развалится. Поэтому первый главный момент, как проиграть Биби. Да, как проиграть Биби, надо заранее объявлять, что я не пойду на союз ни с тем, ни с другим. Сегодня мы наблюдаем в Израиле интересную картину. Мы видим разные сильные, достаточно правые движения. Мы видим сам по себе Ликуд, конечно, очень мощный. Мы видим, даже несмотря на то, что из Ликуда ушло большое количество людей, известных политиков, таких как Гидеон Саарзе и Фелькин, да, серьезные ребята, причем из ТАП-десятки в Ликуде находящихся людей, они ушли. И они, да, пойдут на выборы «Новая надежда» эта партия, да, сейчас по вопросам 20 мандатов. И есть Емина Навтоле Беннета, которая из-за пандемии набрала невероятной популярности, особенно находясь в оппозиции, куда Натани Ягу их, естественно, не позвал, чтобы Бенни Ганса, ту акомодей, да, чтобы дать ту корт, ту дать возможность Бенни Гансу зайти в коалицию, надо было дать ему те портфели, которые, по идее, могла бы взять Емина. Вот, а теперь, как бы, Емина тоже, теоретически, может набрать, там, от 15 до 20, не знаю пока данные, эти опросы, они меняются постоянно. И вот есть у вас такая группа ребят. Да, то есть правых, по идее, явно больше, но они заранее заявляют, что с такими-то, такими-то они на союз не пойдут. Но явно совершенно Гидеон Саар ведь скажет, что он с Ликудом, во главе которого Натани Ягу, на коалицию не пойдет, правильно? Беннет тоже уже подобные вещи начал произносить, я что-то подобное уже слышал, что с Ликудом мы бы на коалицию не хотели идти. А с кем тогда вы пойдете в коалицию? С Лапидом? Вот. И, естественно, они говорят все, причем во всем этом спектре, рассказывают, кроме левых, что они не пойдут на союз ни с какой арабской партией. Что для меня вообще представляется сумасшествием. И в данной ситуации сейчас Натани Ягу проявляет чудеса маневра. И, как мы видели, с миллионным вакцинированием, которое в Умульфахме, а не где-то произошло, да, он разворачивается в сторону арабских городов, потому что арабы, некоторые голосовали за Ликуд и до, израильские арабы, и просто говорят, что от израильских арабов Натани Ягу партия Ликуд, да, Ликуд-Биби, может набрать еще два мандата. Но арабы рассуждают очень просто. Зачем нам голосовать за тех, кто говорит, что он с Биби, ни на какой союз не пойдет и будет наши интересы представлять, типа Бенни Ганса, а потом в итоге он идет на этот союз с Биби. Зачем нам этот посредник? Он нам не нужен. Давайте напрямую голосовать за Натани Ягу. И идет, активно развивается Роман Натани Ягу и Мансура Аббаса, человека, представляющего объединенный арабский список, который пользуется большим влиянием. В общем и целом, друзья мои, нас ожидает очень интересная избирательная кампания. Но главное помните, если вы хотите проиграть Натани Ягу, то вам нужно заранее сказать, что вы с ним ни на какую коалицию, и ни с кем, с таким-то не пойдем, с ультатадоксами на союз не пойдем, с арабами не пойдем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.